Hello, друзья! С вами Стивпро, и сегодня вторая часть выживания в Сюрвел Крафт. Многим, я смотрю, понравилась эта игра, поэтому мы будем продолжать выживать в этой игрушке. У меня на заднем дворе уже собралась довольно большая куча волков, поэтому я собираюсь сегодня маленько с ними разобраться. Но сперва давайте разберём вот эту коровку, которая от нас побежала. Стоять, коровка! Стоять, стоять, стоять! Да, очень беглое животное, которых довольно трудно догнать. Ну, мы надеемся, что сейчас её... Да, мы убили её. Теперь мы должны ждать, когда её труп, можно сказать, развалится, и из неё появится мясо. Да, это довольно долгий процесс, но всё же здесь не появилось вот это мясо. Да, довольно много мяса падает с одной коровы. Ну и вправду, как видите, большая корова, и с ней, по идее, должно падать много мяса. Но, к сожалению, маленьких коровят, или как-то их так можно назвать, здесь их не бывает. Здесь только есть большие животные. Так, давайте спробуем наш лук. Так, о, идеально, друзья. Идеально. И давайте побежали за ней. Может быть, нам удастся, но она убегает, и бегать мне уже за ней неохота. Поэтому давайте маленько порубим дров. Да, деревья очень классные, и физики, к сожалению, здесь тоже нет, как и в нашем Майнкрафте, друзья. Так, коровка у нас почему-то там стала. Давайте, потихо мы убьём. Стоять, стоять, дружок. Стоять, давай, прыгай, беги, беги за ней. Беги. Всё, идеально, друзья. Давайте ждать, когда у нас развалится на мясо. А пока что давайте порубим дерево. И, кстати, не забывайте здесь своё мясо. Если вы оставите мясо, то вдруг прибегут хищные звери, и ваше мясо они съедят. Давайте сейчас вам покажу вот эту фишку в этой игре. Да, это очень классная фишка. Нет, 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 друзья. Как видите, на меня сейчас решил посмотреть волк. Он увидел, что в руках у меня мясо. И, кстати, когда вы будете пройти мимо волков, медведи никогда в жизни не держите в руках мясо. Иначе они будут гоняться за вами и будут пытаться вас убить. Потому что это как бы свежее мясо. Ну что ж, давайте кинем этим зверям наше мясо и увидим, что произойдёт. Ну, мы кидаем мясо и видим, что все эти волки подбегают к этому мясу. После чего они съедают это мясо, и мясо, как всегда, у нас пропадает. Друзья, всё, они съели наше мясо. Эх, эй, ты что, офигел? Блин, берись. Я не могу взять, друзья, вот. И выкинул топорик зачем-то. Всё. Он получил достаточный урон, и теперь он от нас убегает. Так. А давайте попробуем убить волка, друзья. Опа. Теперь давайте ждать, что с него выйдет. Если не ошибаюсь, то с него должна выпасть шкура. Или что-то в этом роде. Так. Что у нас там? Да, друзья, как я сказала, у нас с него выпала настоящая шкура. Так. Где вы, друзья? А вот бежит, 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 бежит. Стоять. Стоять. Куда пошёл? Всё. Как видите, когда волк от нас убегает, у него остаётся примерно... Я не знаю, как он постаётся. Но если ударить с каменным мечом, то он уже умирает. Так, я не успеваю стукнуть его. Ух ты, уже третий волк. Мы разогнали как раз нашу куручу. Но у меня осталось всего лишь одно сердечко. Друзья, это очень плохо. И ух ты, ух ты, какой у нас там дружок бегает, друзья. Это очень опасная персона, потому что он может нас убить. Так, давайте выпадём из него из лука. Что, я не попал? Ну, блин, лев, давай, умирай. С него выпадет очень много мяса, по идее. Но... Ух ты, нет, не попали, друзья. Но бывает такое же, что со льва может ничего его не выпать. Потому что лев всё-таки это лев. Как вы не знаете. Но в Майнкрафт, если убиваем волка, то с него тоже ничего... Ух ты, всё. Попали, попали. Теперь бежим, друзья. Иначе он сейчас нас растерзает. Куда? Куда? Беги, беги. Беги быстрей. Быстрей, друзья. Я всё идеально. Я вижу, как его морда торчит через текстуры. Так, он вроде... Нет. Нет, если вы откроете дверь, то он зайдёт к нам. Или может зайти также к вам через экран, друзья. Да. Так. Так-так-так-так-так. Так, где мои вещи, друзья? Я, если не ошибаюсь, я здесь оставлял ещё один топорик. Как видите, здесь костёр. Ну, костёр мы зажгём ближе к вечеру. Так, умирай, скотина. Кто ж он ещё? Он, по идее, скотина. Да, друзья. Ух ты, ух ты. Теперь ты точно у меня в глазах стал скотиной. И давайте попробуем его теперь уж до конца убить. Так. Скрываем. Ладно. Так-так-так-так. А вот он у нас. Давайте его убьём. Чтобы уже точно покончить с ним. Если мы оставим его в живых, то в скором времени он захочет нас убить. И это нам уже сыграть довольно плохую роль. Так, умирай, лев. Лев, я понимаю, что рукой будет тебя убивать долго. Но ты всё-таки должен умереть. Ладно. 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 Я понял тебя. Сейчас мы попытаемся убить тебя из лука. Если, конечно, мне удастся, то это будет очень классно. Друзья. Ну что ж. Надеюсь, все готовы. Я не знаю, попаду я не попаду. Так, он идёт к нам. Есть, я попал. Я убил его. Бежали к его трупу. И будем ждать, пока он будет разлагаться на кусочки. Так. Вот это здесь, как видите, очень классное и своеобразное. Она очень интересна от Майнкрафта. Что, вы издеваетесь? Он меня убил. Убил я его. И с него ничего не дропнулось. Ну, это всё-таки Сёрлокрафт. Кстати, в Майнкрафте тоже за свинюшек бывает, что ничего не дропается. Поэтому я вообще этому не удивляюсь. Так. Друзья, всё там нормально. Поэтому давайте продолжать наше выживание. Так. Там кабанчик бегает за волком. Да, это совершенно нормально. Хотя, по идее, кабанчик и волк это одно и то же. По идее, волк может бегать и за кабанчиком. Ну. Так. Так-так-так. Что нам ещё поделать, друзья? Я даже не знаю, что нам ещё поделать. Костёр мы и правда разожгём. Давайте ближе к вечеру. Когда нас станет темно. Потому что сейчас будет совершенно неинтересно. Но сейчас я предлагаю вам создать мини-шахту. Потому что шахты здесь я больше не вижу. Копал я камень очень далеко отсюда. И бегать мне никуда не охота. Друзья, многие спросят, почему же я построил домик рядом со спавном. А, да, кстати. Наверное, никто не знает, но я построил домик рядом со спавном. Как-то странно звучит, но это так. Почему я сделал это так? Потому что вдруг если что-то спрятает с моим домиком, то... То есть, если меня убьют, то я всё равно появлюсь рядом с домиком. То есть, спавн очень близок с домиком. И что ж, давайте потихонечку копать. Да, земля меня очень бесит. Но мы уже встретили, можно сказать, Акиминезус, который должен копать именно киркой. Так. Ну, как видите, играть в RealCraft очень интересная. В неё можно поиграть. Но, к жалению, я бы поиграл с вами в эту игру. Но, к жалению, здесь нет онлайна. И, друзья, я много видел сообщений в ВКонтакте. И все хотят поиграть со мной на разных картах. И я скажу только одно. Если вы хотите со мной поиграть... Точнее, если я даже хочу с вами поиграть, то давайте подождём релиз версии 0.15.0. Где у нас будет доступен Realms? Я с радостью с вами поиграю. Но, приложение наподобие мультиплейл... Блин, друзья, я уже запутываюсь. Мультиплееру Майнкрафта, я такие программы использовать не хочу. Потому что они мне не нравятся. И они занимают довольно много места. И поэтому с такими программами играть я отказываюсь. И когда будет официальная версия Realms, без всяких там багов, то я с вами с радостью поиграю. Но программы качать я, конечно, не буду. Мне многие предлагают качать разные программы, но мне лень качать. И просто и вправду они занимают очень много места. Хотя у меня есть 4 габа от свободного места, но там возникают потом некоторые баги с Майнкрафтом, которые мне очень не нравятся. И, кстати, друзья, с Рокрафт, смена дня и ночи очень классная. Здесь очень классный закат. И сейчас я предлагаю вам устроить охоту на птичек, потому что из птичек падает очень много разных вещей. Очень клёвый лут с них, можно сказать так. О, друзья, я попал. Попал. Попал по белой вороне или что-то в этом роде. Но это точно не ворона. Это обычная белая птичка. Или, можно сказать, даже чайка. Да, наверное, чайка. Такую чайку я видел в игре The Forest. Может, кто-то играл в эту игру. Но вот такие белые чайки летали там. Как видите, очень зашибенный закат, который мне очень нравится. Да, сочетание такого красивого неба с таким красивым солнцем. Просто божественно, да. Вот такого мы ждём в Майнкрафте. Ну, если кто-то не знает, то разрешение на текстуру пак 512 бит на 512 бит. Поэтому для игры в эту игру требуется довольно мощное Android-устройство. Так, друзья, я больше вроде никого не намечаю. Не замечаю, не намечаю. Вроде никого нет. Вроде все от нас бежали. А хотя я вижу птичку, которую мы сейчас попробуем убить. Друзья, отлично, отлично, отлично. Вот. Ну что ж, давайте, наверное, заберём вещи, которые сегодня дропнулись. Так. Так, так, так. Отлично. Отлично. Как видите, с одной птички дропается очень много вещей. Поэтому убивать птиц очень драгоценная вещь. Но, как вы знаете, чтобы убить птицу, нам нужно по-тихому дойти. Ну что ж, надеюсь, все готовы развести костёр. Вот появился наш костёр. Но, к сожалению, освещение он какого-то пока не давляет. Вот это очень плохо, что он ничего к черту не освещает. То есть, это совершенно обычная бесполезная фигня. Кстати, друзья, я, наверное, забыл в своём домике добавить факел. И мне очень нравится здесь свободный режим камеры, которого нет в Майнкрафте. Да, мы просто так сидим на костру и любуемся вот этой луной. Я не знаю, что ещё сказать. Но это просто красиво, друзья. Вот. Ну, и выживание выдалось, конечно, очень красиво и очень классное, друзья. Ну, на этом всё. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.